Я в гостях у трансформатора Лен, Апонька, ты прям сегодня заехал очень вовремя В этом выпуске вас ждет обзор на наши замечательные автомобили Не заводится, не заводится Не заводится Давай, что, наша любимая рубрика, такая старая, дерьмок Сейчас вы увидите, как топовые вайнеры отмечают день рождения Андрей Кузнов У меня есть подарок для вас Пять человек получат эти игрушки С наступающим Новым Годом Я не хочу отдать ее в какую-нибудь хреновую семью Они же ее убьют Да, блядь, это и так мертвец, бля Привет, ребята Вы приехали к нам в технический центр Янис Грек И это новый выпуск команды А Каждый из нас купил автомобиль за 100 тысяч рублей Мы собрали их в одном месте, чтобы показать вам Это наш проект Тачка за 100 тысяч рублей Сегодня в этом выпуске вас ждет обзор на наши замечательные автомобили Каждый из нас расскажет про свой автомобиль сам К сожалению, Андрюхи сегодня с нами нет, потому что он снимает для вас очередное крутейшее свидание Поэтому ждите на основном канале, у него скоро выйдет А в следующих выпусках вас ждут соревнования Мы будем диагностировать эти автомобили У нас будет 4-х бальная система И посмотрим к концу нашего проекта Какой автомобиль соберет больше всего баллов Каждый новый выпуск, новые испытания, новые соревнования Проверяем их автомобили И смотрим, у кого круче тачка Тюнингуем их, что-нибудь с ними делаем Гоняем на них И для тех, кто недавно к нам присоединился, к нашему проекту Мы хотим напомнить, что каждый из этих автомобилей будет подарен нашим подписчикам А чтобы быть в курсе событий, наши инстаграмы всегда внизу в описании Поэтому зайди, подпишись, а то проедешь какую-нибудь из этих тачек Я думаю, приятного просмотра Пошли Пойду попью Там нет, Валер Это туалет А куда мы идем? Ебать у тебя пидорские штанишки Это наш гей-оператор И монтажер Николя У него пидорские штанишки Мы идем на день рождения к нашему другу, которого я очень сильно люблю, как вы поняли из предыдущих выпусков Андрею Глазунову Вайнеру Это наш маленький братишка, вот такой вот Да, вот так он снимает Вайны на телефон и рубит бабки за это И еще там Андрюха с руками базук У меня? Да Неймар, Неймар, блядь, Неймар Самый дорогой футболист Аля Макс Пейн, блядь Ребята, это Макс Пейн Сейчас вы увидите, как топовые вайнеры отмечают день рождения Здарова, привет А ты че потный такой? И башил всем двойки, блядь, пеперкотом Фирменной моей Вот команда А жива только благодаря Нариману Единственный нормальный человек там Ну какой-то огромный Здоровый? Здоровый Ты посмотри на Неймар, зовут твой сын Андрюша Андрюша Здравствуйте Мы очень любим его держать Спасибо Очень любим его держать Спасибо Бомба, бомба Спасибо, ребята Все, мы пойдем, короче Все, да, спасибо, бля Приятные слова закончатся, теперь будете затирать Да Мы сегодня не будем, да, затирать? Да, но Андрей сказал, что нет, что сегодня не будем А вы не видишь все вместе? Мы его любим, мы любим его Андрей Глазунов Субтитры сделал Это партнер, это партнер Это партнер Да, короче, там пейте Ага, ешьте все, что хотите Хорошо, ты вплатил бабки за массовку? Нет Это фирменная стаял Это че? Это мои, блядь Да ладно А Гуля, я зря банки все вбивал, блядь Штатземена Био, босы, блядь А ты знаешь, что это стоит? 70? Да Денег на команде Ани остается, вот посмотрите за кого Команда А и так заебись без денег прет Подожди, а кому из вас искали девушку в инстаграме в Афоне Игорь? Ты точно наш канал смотрел? А, это Амирана перепутал, похоже просто Знаешь, приятно, что человек с 10-миллионным каналом путает канал иначе Ну да Да, да, да Ладно, ладно Ну, кстати, после того, как он расстался с Марьяной Ирой, у него все пошло в город Блядь БАМ, блядь Что за день рождения, смотрите какой бургер Мяса почему нет, блядь Это вегетарианское А, банки, блядь, с капустой В общем, ребята, вы многие видели, как Кирилл Кирёшин проиграл в армэрестлинг На самом деле это все из-за того, что он колол масло, блядь, оливковое Если колоть грамотный синтол, будешь всех рвать, сто процентов Эй Ну чо я ты хуйня, братан, блядь, прощайся НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕК Вот это базука 6 см Жгут, ебаные, а потай, блядь, давай еще раз. Ой, блядь, что ж происходит-то нахуй, не получается, блядь, повалить. Ну давай еще раз, блядь, на суд подписчиков хоть будет. С днем рождения, с днем рождения! Мы все вместе споем, с днем рождения тебя, на раз, два, три, давайте, и с днем рождения тебя, и с днем рождения тебя. И с днем рождения! С днем рождения! Пошли заводить! Так, с кого начнем? Давайте с Наримана! У меня аккумулятор на прошлых съемках высадили, пока фары включенные оставили. Включенные оставили! Включенные, включенные! Включенные фары оставили у Наримана! А у него высаденные! Фары включенные оставили, аккумулятор высаденный. когда у тебя на голове седина ты должен говорить аккум высадена раунд не заводится вот римана не залилась машина попробую мою здесь как у ролл строится вот но я принципе она даже не буду садиться потому что я уверен что не сел аккумулятор ну я могу еще это попробовать подсосать под подсосать я думаю ты это умеешь давай сейчас все думают о том то что он хер его заведет как думаешь заведет кривым стартером да не знаю она долго стояла но если заведет я не с тебе будет респект а звук был такой как будто заводиться стало елки-палки что-то пошло в руку бьет и ломает даже одному член отрезала с яйцами прям и намотал его туда вот на ремень генератор по-любому гриме прошло 10 минут уже ну и пока он пытается завести свою машину пойдемте заведем андрюхину альфу ощущение будто он вообще к ней не подходил все это время то есть как ее пригнали поставили она так открыл я хуй вообще ничего 0 вообще батарейки сели блин все вообще говно ничего не работает я не стою до сих пор дерьмо достало время полника но не заведет я конечно его люблю здесь почему-то блять из-за того что двери стали ржаветь и потому что они проржавели она не открывает теперь не дает вот она там искривилась ебаным роль ох блять вай хвать не делай видишь ты уже все проиграл охуенно живой проект как вы видите все автомобили приблизительно а в одинаковом состоянии ну что надо прикуривать да ну давай тогда опять начнем с маримана давай ассалам алейкум и я в гостях у трансформатора димон здорово в общем сколько лет сколько привез наташа она делает массаж по красоте приехать не с пустыми руками же приезжают в гости правильно вот афонька ты прям сегодня очень вовремя 10 часов вечера мы только закончили рабочий день и это просто давай делаешь мини экскурсия по офису потому что когда я здесь был всего вот этого здесь не было у нас сейчас делается ремонт еще внизу вниз в подвал туда еще такое же помещение мы будем сейчас строить студии мы будем кучу разных проектов запускает это офигенно круто у нас будет интернет-телевидение трансформатор превращается вообще какая площадь здесь 300 квадратов вот здесь заходишь значит это наши социальные проекты мы спасали ребенку жизни это ребята которые которые больше всего скинули на которые бабок скинули сколько экземпляров выпущено ну смотри в первую неделю мы выпустили 2000 экземпляров которые я подписал вот эти все подписаны и они ушли нашим подписчикам в первые дни и сейчас тираж 30 тысяч еще штук будет который уже сейчас готов и он выйдет на озоне визе название кто кто еще не читал мою книгу прочитать это мое становление из маленького города из города тында я начинал свой бизнес звуком занимается в общем я сделал производственный такой процесс безостановочный который работает постоянный и создает новый новый контент но мы снимаем его а ребята делают супер крутые вещи даже я и да вот и японка вон там сами сними это моя кнопка а мне не пришла до 100000 подписчиков мы сделаем да через не осталось 20 тысяч подписчиков даже 18000 у меня будет лям нам чуть чуть побольше у нас тоже лям это амирамовская кнопка золотая так выйди и зайди со стука здесь провожу совещание и побыстрее свалить нафиг то что работать это плохо это такой бюст мне подарили подписчики вообще все что здесь находится это все подарки подписчиков ребят где наши подарки где наши подарки вы нам черный фалос подарили девчонки и все давайте нормальный подарок ребята с минуты на минуту придет андрей скажет о результатах конкурса наших ставок да я знаю вы какая лёжа кто наоборот составит сейчас будет результат результаты готовы прошу так садить я их отлучить не могу давай ты и я давай я рот открывай просто как обычно уваж Перв Um уважаемые зрители в наших ставках победители Андрей Нариман А РАНДРАЯНИС ИСТЕФАН ПРОЕВАЛИ ВСЕ УАЕЕ ЕЕЕ ΧИЕ Ну что вдруг в итоге ты сколько поднял я поднял 5 500 а на риман поднял 4000 ну блин ну нифигово дворила ставку И я вложу эти бабки в тюнинг своей Альфа-Мюки в, наверное, в следующем выпуске. Вы все увидите, я не буду конкретику никакую вносить. Чего тебе вам кажется? Это глоб. Это в институте, что ты постил? Ладно, смотри. Да. Это то, что курят, его используют. Это гаджет с революционной системой нагревания табака. Здесь всего одна кнопка для быстрой адаптации, очень удобен и прост в обращении. И для меня, ну, самый главный плюс именно для меня конкретно, что его можно практически в любых заведениях, собственно, использовать. Ты приходишь, где тебя никто не докапывается, в отличие от ты, если бы с сигаретой пришел, да? Ну, я видел, что многие приходят в сигарет на эту штуку. И держат очень долго зарядку. На самом деле масса плюсов, и пока что я не увидел никаких минусов. Надо перейти к нашим тачкам. Да. Ну, сейчас не изи было, вообще не изи. Такой козлик, да? Андрей это увидит и охуеет. Ну, вообще ноль. Похоже, нашему проекту с машинами полная жопа. Это очень плохая новость, что у Андрея вообще машина не реагирует ни на какие манипуляции с ней. Что это за дерьмо? Это Андрей как ездил? Да он, я тебе говорю, он по дороге ехал, а сзади воняло цеплением. Это что, гондоны, что ли? Да ладно. Hello. Ну, по крайней мере, хоть что-то нормальное купил. Нормальный гондон старый. Таких уже никто не трахается. Да? А попробуй включить передачу заднюю. Цепление до конца прям попробуй. Так оно в полу. Вообще не двигаешься? Цепление вообще нет. Сейчас хруст будет. Я же сказал, хруст будет. Я говорил, он ехал как обезьяна. Ты смотри, ты сейчас свивоткнешь, она поедет. Там сзади Rolls-Royce, блядь. Давайте толкай лучше, а? Давай, что, наша любимая рубрика «Толкай старое дерьмо», блядь. А какого хера он сидит в тачке еще? А кто будет рулить? Из окна? Гостиничного номера моего, я выкинул телевизор на авто. Сука, сейчас Коля полюбовывает, музыку вставит. Прогрулась крыша Геленбагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая обмятина. Бум! Прогрулась крыша Геленбагена, ха-ха-ха. Смотрите все, какая обмятина. Блядь, сюда не то, что ни рубля, блядь, не вкладывайся, вот хуй вообще в нее положили в полный этот труп, блядь. Прочитав объявление об этой продаже, вы бы подумали, что человек уделяет ей все свое время, все свое свободное, вкладывает в нее душу. Но по ней же видно, что здесь полная жопа, занято, дерьмо, это труп, нахуй, мертвец, блядь. И его не воскресить уже ниоткуда, ни из ада, ни из ада, и ниоткуда его не воскресить. Здесь течет со всех щелей, здесь ржавое, все, здесь мятое, все. Смотрите, капот. Че это за хуйня? Ну вот, блядь, машина, смотри. Блядь, вы скажете, почему ты бьешь машину, которую даришь подписчиков? Но это срезать нужно, и так нельзя оставлять, это, блядь, все, гнили. Этого нету. Гнилые, мятое. Продавец, когда ехал ко мне, вы видели, он ударился об шлагон, хуй снил. Но здесь был, сука, люк, здесь, блядь, был люк, и его заварили куском металла и покрасили. А потом, чтобы не спалить это дерьмо, сука, ебаный, говно, блядь, а не машина. Они, блядь, зашили фотолок каким-то дерьмом из дешевого публичного дома, смотри. Просто шлюхи. Просто шлюхи. Да, дальше идем. Салон не из, сейчас скажу, салон не из этой машины, да, очки из ЦУМа, да. И эта дверь тоже гнилая, вообще в хлам гнилая. Просто в хлам. Как я сказал, салон, ручки, вообще, сука, ничего не работает. Салон не от этой машины. Но он, в принципе, нормальный. Ну как нормальный? Да говно тоже, сранное, просто все здравое и рванное. Пазл для Дауна, смотри. Блин, как собирается этот пазл, блядь. Это вы уже видели, вот. Продавец сказал, нужно закрутить какие-то два болта, найти, поставить, и все будет хорошо. Ну, я доверяю тебе мнению. Верим наше, ведь объявление было правдоподобное. Да, дальше. Не, я ничего не говорю. Просто я знал, на что я иду. То, что она стоит 50 тысяч, ну, 60 тысяч рублей. Я знал, на что я иду. Но просто объявление было написано таким образом, что человек, который не разбирается, может подумать, что пипец, это душа семьи просто. Она передавалась из поколения в поколение, из рук в руки любящим людям американские автомобили. И они прям так их любят, так за ними. И просто я не хочу отдать ее в какую-нибудь хреновую семью. Они же ее убьют. Да, блядь, это и так мертвец, блядь. Вы просто труп отдаете в другую семью, и все, бля, мавзолей ебучий. Уж лучше бы тебе просто на 5 тысяч на балле и все. Самое крутое здесь, это то, что сделал я. Это иконка, вон, я повесил с четками. Вонючка и собачка, вот. Собачка, видите, как у этого, Lil Pump у него цепь, видишь? Такая, может, крутую музыку какую-нибудь. Зеркало не регулируется, потому что его нет. Ручка вот эта отходит, потому что она отходит. И вот смотрите, вот как, блядь, человек, который за ней следит, просто подгибаем проводок, блядь, подгибаем, да, и вот так вставляем его, блядь, чтобы она хоть как-то держалась. Ну, ебаная, жизня. Если это говно не поедет, продам это дерьмо. Попробуй продать это дерьмо. Тысяч за 15-20. Тысяч за 15-20 просто. Коскодером мы сдаем. И куплю новую машину. Новую. Снова, блядь, из салона прям целку. Короче, если мы его сделаем и он поедет, то у меня идея следующая. Мы перекрасим его в розовый цвет, мы поставим сюда огромные хромированные катки. И если получится, сделаем переднюю подвеску прыгающую. В идеале я бы хотел еще перешить салон в Луи Виттон. Со значками Луи Виттон. И вот в таком состоянии отдать ее подписчикам. Потому что в таком состоянии ее можно просто... Ковно, а не машину. Я знаю твои эмоции, почему так. Потому что ты ее поставил и сравниваешь ее с моей или с этой. Но за 50 тысяч другого ожидать невозможно. Зато у тебя крутые очки будут. Сука, если она не поедет, не заведется, мы возьмем огромный кран, вот так вот ее поднимем, поднимем и, сука, сбросим ее. Адвей, надо ковы, как тебе все это удается делать? Как ты выстраиваешь свой режим дня, чтобы успевать проснуться и сделать кучу дел за день? Но у меня команда, у меня есть несколько ассистентов, которые составляют мне график, договариваются с людьми. Если какие-то неважные встречи, они их сами проводят за меня, потом мне отсчитываются, рассказывают. Есть какие-то важные... То есть ты просыпаешься, у тебя расписание. У меня полностью расписание на целый день. У меня водитель, он меня возит везде по этому расписанию. Логистика вся приотстроена. На сколько ты просыпаешься и ложишься спать? По-разному. Я где-то в 2 часа ложусь спать и просыпаюсь за 10 часов в день. 7 часов? Или 7 часов я сплю. И один раз я в 2 недели сплю 13-14 часов. Чтобы прям восстановиться, да? Это один раз в 2 недели? Да. Круто. А так, постоянно летаю в день. В джетлаг такой, знаешь, безостановочный. Это один из первых наших контейнеров, которые мы отправили в компанию Транзит Плюс. Когда мне было 18 лет, я основал эту компанию. А сейчас это... Наш первый склад. Как я понимаю, это самый крупный. Трансформатор уже сейчас больше денег приносит. Да ладно. А, ну все, поздравляю. У нас сейчас эксклюзив прям получается, да? Этого вроде никто не делал вот так прям. Нет, так не делается. А, сука, бля, лайки ставьте и подписывайтесь на канал. Да, вот такие вот дисплеи в 10, они показывают, кто сколько продает, сколько сегодня мы денег заработали. Ну, в общем, такая цифровная... Сколько стоит аренда этого помещения? Это 10 тысяч долларов, ну, получается, где-то 600 тысяч рублей. Внизу, внизу, по-моему, 400. Еще мы наверху забираем помещение, там 700. Куда? Куда? А что внизу будет? Там будут неудачки, как в туда скидывание? Нет, почему? Я застраиваю студии, мы закупаем кучу оборудования. У нас будет там ток-шоу, новости и прочее. А, будете расширяться? Все будем для YouTube делать, да. Ну, это уже параллельно Трансформатору что-то, какие-то проекты, которые будут вне? Нет, в Трансформаторе. А, прямо в Трансформаторе? Да, это будет интернет, уже телевидение такое, и все, что касается бизнеса, мы будем делать. А наверху что будет? Наверху, мы сейчас... Бассейн, ебани, я приду. Баня. Баня, бассейн, сауны, да. Казино. А то на угрешки дорого. Я буду на Трансформаторе уходить. Нет, на развлекушке какие-то обязательно будут, но в основном это работа. Мы запускаем много параллельно проектов, я инвестирую в разные там темы и что-то получается. И что с биткоинами, пошло? Да, конечно. Я врубил просто, и вот 5, там сколько денег уехало. Ребята, вы сейчас можете перейти на наш канал, там уже будет выпуск, где я заработал с 5 миллионов 17. Это было охрененно. Это сколько, потому что он подлетел сейчас, да? Да, за 2 месяца. Да. С 5-17, неплохо, да, хорошо. Мужик, блин, ты по-своему хорош. Ты делаешь крутые проекты, вы офигенно делаете контент, мне нравится, я сам смотрю команду. Да? Да, и смотрю девочек этих всех, хоржу просто. Вот оттуда я с тобой познакомился. У нас сейчас тоже было больно. Мы просто по бизнесу, мы не можем делать такой смешной контент, как ты, даже если захотим. Вот, поэтому у нас с тобой разные компетенции. Ну да, ну нет. У меня есть подарок для вас, пойдем. Подарки, бля, обожаю подарки. А мы сейчас запускаем новую рубрику в Трансформаторе, где будем брать ребят просто и делать с нуля их предпринимателями, запускать крутые бизнесы и в процессе... И ребята будут следить за тем, как они развиваются. Да, в процессе твои ребята могут следить за тем, как это происходит на нашем канале. Это офигенно. Вы можете просто повторять то, что делают эти люди и, в принципе, становиться предпринимателем. Запомните, ребята, каждый человек может стать предпринимателем. В честь того, что на Трансформаторе у нас миллион, я хочу разыграть у таких 3 айфона десяточки. Что ты, бля? Чего? Это айфон десятый, мужик. А, десятый. У меня, бля, лоховское семя. Что, реально, что ли? Да, смотри. Блин, я тебе подарю десятку. Что ты такая? Давай, бро. Можно я подарю тебе десятку? Мне нужна десятка, только не на 64. Бля, ты же зарабатываешь в облог. Что ты такая? Мне нужны фоток, я же блогер, мне нужна на 256. Ой, нормально. Есть же 200? Нет, здесь нет. Бля, я тебе отдельно. Ты мне подаришь десятки? Конечно, на Новый год. Я же тебе прошу Новый год. Давай, у меня тоже для тебя подарок есть на Новый год. А я тебе не скажу какой-то. Я же не придумал, да? Я тоже подарю. В общем, я тебе в прошлом году подарил наушники. Я их до сих пор слушаю. Правда? Да. А в этом я тебе подарю, анима. Ты же мой братишка. Красава. Бля, в том году я тебе ничего не подарил, но в этом я обязательно исправлюсь и подарю. Должно я им не... Нет, но... Я не обижаюсь на тебя, мужик. Ну, самое главное, это исправляться. Три айфона 10 специально для вас, ребята, и два Apple TV 4K. Что нужно сделать? Внизу ссылка на мой канал Трансформатор на YouTube. Вам нужно подписаться на него. Потом подписаться на мой Instagram. Он находится вот здесь. И внизу, в комментариях, не у меня в личных, не у него, не в комментариях у меня в Instagram, а именно здесь, на YouTube. Поставьте просто свою ссылку на ВК, и все, и вы свободны. Вот в этом выпуске. Да, и вы участвуете в этом конкурсе. Через неделю айфонка... Айфонка, айфонка разыграет айфоны. Через неделю афонька разыграет у себя в Instagram, вот он, в Instagram его, вот эти все 5 подарков. У меня вопросы не задавайте, потому что я ему отдаю это все на сохранение, он это все уносит, у меня ничего здесь не остается. Я продолжаю делать бизнес и просто наблюдать за тем, как кто-то, 5 человек, выберут эти подарки. Вам нужно подписаться на канал Трансформатора, на его Instagram, ссылки в описании. Я в прямом эфире через неделю вот эту гору айфонов разыграю. Я не знаю, ну прям буду от сердца их отрывать, потому что на команде от бюджета, блядь. Мы еще, мы разыгрывали только, не знаю, что, ничего мы не разыгрывали, короче. Если Афоньке будет тяжело, я буду спонсировать его в выпуске. Я хочу, чтобы ты продолжал, брат. Потому что вы делаете охрененный пик. 5 человек, сука, 5 человек получат эти игрушки. Классная у тебя кепка, потом может мне что-нибудь такое подаришь, да? Хочешь подарок? Там сейчас? Да. Охуяк. Это же круто, блядь! Это первый подарок от Афония ТиВи. Спасибо, брат. Ладно, давай. Все, ребят, с наступающим Новым Годом. Хорошего вам настроения, вы красавчики. Это такая ответственность. Ты же написал, ты же написал. Поехали. Ты как родился в ней. В отличие от Стефана автомобиля, мой автомобиль с конвейера уже сошел с уёбским дизайном. Я думаю, что, вот знаете, представьте, Гелендваген трахнул запорожец и родился автомобиль. Вот, это вот, понимаете, вот реально, это его внешний вид. Но огромный плюс, когда вы покупаете такое старое говно, вам отдают вместе с ним комплект резины, насос, дополнительный аккумулятор, кучу сцеплений, конченого барахла, которое вам может пригодиться в любой момент. Это Луас, это Украина. Везде значки Made in USSR. Он себе содержит все качества автомобиля, что вам нужно. Хотите кабриолет? Без Бэйс. Снимаете тент, у вас получается джип сафари. Снимаете вот эти вот вставки, лобовое стекло, у вас, блядь, получается автомобиль. Лодка, я не знаю, как еще назвать. Давайте заглянем под капот и посмотрим, что у нас там. Смотрите, как все красиво. Это V-образный двигатель запорожца, который, сука, они умудрились, знаете, что сделать? Они его перевернули, потому что на запорожке он стоит сзади. И воткнули сюда вместе с коробкой и со всей хуйней. И теперь коробка переключения передач работает зеркально. Первая на себя, вторая от себя. Короче, все то же самое, просто перевернули, воткнули и поехали. Печка здесь бензиновая, которая периодически может загораться, взрываться, и вы можете сгореть нахер в этом автомобиле. Точно так же, как и в запорожце. Кто не знает, в общем, будете знать. Зато здесь работает все. Здесь работает даже вот этот свет. Давайте заглянем, сука, в салон. Мест четыре, сзади еще два. Очень напоминает, сука, расцветку топового ранжеровера в салоне. Я думаю, кто ездит на ранжеровере, сразу поймет, о чем я говорю. Здесь работает все. Посмотрите, какая красивая зеленая подсветочка у нас на приборной панели. А знаете, где у него дворники, сука, включаются? Вот, смотрите где, вот. Прям моторчик, он даже шевелится туда-сюда. А знаете, как омывалка здесь работает, сука, никогда не догадайтесь. Смотрите, блядь, ее надо качать руками, вот так. Видите? Там что-то с гнилою, я хуй его знает, я еще туда не лез. Похоже на говно. Пол неродной, какой-то галимый линолеум, но, в принципе, срать. Куча рычагов, блокировка заднего моста, подключаемый полный привод, четыре сраные передачи. Сзади он точно так же убого выглядит, как и спереди, но зато у него есть огромное преимущество. У него, сука, откидывающийся бор. Смотрите, как это удобно. Вы можете загрузить сюда сучек, не знаю, корову, собаку, блядь, все что угодно. Это маленькая, мать его, газель. Смотрите, как удобно. Вы можете, не знаю, трахать здесь телку, жарить шашлыки, делать все что угодно, блядь. А эти сиденья складываются. И у вас здесь до жопы место. Ну, ну, а самая незаменимая вещь, конечно, в этом автомобиле, это кривой стартер. Вы можете в любом месте, в любое время завести автомобиль. Блядь, я сегодня не смог его завести, я пиздел. Нет, я сейчас принципиально заведу. Блядь, а ты можешь просто звук наложить, что он завелся? Ребята, пока Янис пытается завести свою машину, очень крутую, да, я вам расскажу немного про свою. Это BMW E28. Это легендарная BMW. Здесь, в этой машине, уже есть бортовой компьютер, который вам показывал бы, как, что здесь у нас? Кстати, что, у меня заводится, нет? Янис! Здесь есть регулировочка сидений. А сексов там удобно заниматься? Ну, блядь, не совсем. Ну, это вот ты знаешь. Эта машина поможет получить секис. Не думаю. Максимум, что ты можешь ебаться только под капотом. Мотор М30B35 славится, ну, как славится, своей долговечностью. Ну, я думаю, годы свои взяли, здесь максимум 200 кобыл, дай бог, есть. По крайней мере, когда я сажусь за руль, нажимая газольку, я на ней ехать не могу, она все время шлифует. Просто тигр, блядь. Писюльку. Газольку. Короче, эта тачка сделана под дрифт. Предыдущий хозяин не успел, он хотел завалить дифференциал и валить на ней боком. Крутизна этой тачки в том, что она легкая. Мощный мотор. Красивый внешний вид. Вот этот значок. Сучки ведут? Да. Вот этот цвет матовый. Вот это спортивные фишечки, блядь. Туф-туф-туф-туф. Чисто пацаные тачки. Здесь охеренные дисочки, здесь охеренная спортивная резина. И в следующем выпуск выйду на дорогу и дам просраться этой тачке. Я думаю, вы же все. Я бы сейчас сам не против просраться. Да? Моей тачке дороги не нужны. Это тигр, она не чувствует земли под колесами, понимаешь? Она открывается. Это тоже тигр. Кстати, ребята, мы же забыли. У нас есть еще четвертая машина. Как он Андрей ее называет? Альфраука. Ну давай, пускай он сейчас про нее вам и расскажет. Давай, Андрюк. Братан, ты что делаешь? Я ее заведу. Я заведу ее. Оставлю же, слышишь? Там есть бензин, оставь ее. Я заведу ее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...